Здарова, други! Сегодня мы с вами поговорим о такой стране, как Венгрия. В разрезе спектрума, конечно же. Так как спектрум Венгрии был, и рассказать о том, что же там происходило в плане спека, определенно есть что. Так что заваривайте чаек, берите печенюшки и поехали! Экономическая ситуация в Угорщине переросла во всем известное ВТО. А начиная же с 1981 года, Венгрия также примкнула ко Всемирному банку и Международному валютному фонду. А почему мы с вами вообще обо всем этом говорим? И какое вот это вот все имеет отношение к спектруму? Самое, что ни на есть, непосредственное, друзья мои. Дело в том, что участие в вышеобозначенных организациях давало Венгрии определенные возможности и свободы при торговле с так называемым Западом. Поэтому, собственно говоря, большинство спектрумов в домах венгров были оригинальными. Однако, как говорится, не все так однозначно. И несмотря на распространение в этой стране оригинальных машин от Сера Клайва, тем не менее, венгерские спекоклоны все-таки были. И говорить о спектрумизме в Венгрии мы, пожалуй, начнем именно с них. Итак, в 1986 году компьютерный кружок общежития электротехнического факультета Будапештского технического университета разработал такой компьютер, как Спектроид, который был почти полностью идентичен натуральному спектруму, но имел некоторые дополнительные плюшки в виде двух портов РС-232, входа для Кэмпстон Джойстика, параллельного порта, порта для периферии от Богомерзкого Комодора, ну а еще Спектроид умел в локальную сеть, что, естественно же, стало главной фишкой в общаге. В стенах вышеуказанного общежития таких спекоклонов было сфарганено около сотни, и еще несколько десятков за пределами университета склепали энтузиасты, используя доступную документацию. Спектроид имел 68 килобайт оперативной памяти, 64 из которых были выполнены на чипах динамической памяти, а 4 на чипах статической. Что же касается операционки, то кроме стандартного спека Бесика, на этом компе имелась возможность юзать и небезызвестный СПМ, и на этом по Спектроиду, пожалуй, и все. Так как информации крайне мало, да и, как я понял, даже если бы она и была в достаточном количестве, рассказывать тут все равно особо нечего, так что переходим к следующей машинке. Другой ZX-совместимый компьютер, который был сконструирован в Венгрии, и который мы с вами сейчас обсудим, назывался HT3080C. Фабула здесь такова. В 1983 году в рамках программы компьютеризации венгерских школ стартовало производство компа HT1080Z, который был точной и лицензионной копией VideoGenie от гонконгской компании EACA, который, в свою очередь, тоже являлся официальной копией американского Tandy TRS-81 модели, выглядящего, правда, несколько иначе. Так вот, в Венгрии к этому зверю добавили богоподобный звуковой чип AY, а в ПЗУ запихнули диакритические знаки венгерского языка. Для домашнего использования EACA произведение инженерной мысли было просто запредельно дорогим, а вот для школ и всяких других учебных заведений венгерское правительство его закупало массово. Короче, всех всё устраивало. Но время шло, требования к машинам менялись, поэтому венгерское руководство объявило правительственный тендер на компьютер, который умел бы в цветную графику. И, конечно же, производители HT1080Z просто не могли упустить такой шанс. Шанс! Его так просто упустить! В общем, при помощи энтузиастов, создавших вышеупомянутый спектроид, в HT была добавлена спектрум-совместимая графика, а тактовая частота проца была поднята до 3,5 МГц. Новый компьютер получил название HT3080C. А что же касается софтверной части, то операционка этому компу досталась от его предшественника HT1080Z. То есть, по факту, это была ось от небезызвестного TRS-80. Так что для использования спектрумовского ПО нужно было отдельно загрузить специальную спектрумовскую прошивку, которая была практически аналогичной оригинальной. В результате всего этого на свет появился дорогущий монстр, который не выдерживал никакой конкуренции с закупленными на Западе и не совсем там популярными Commodore 16 и Commodore Plus 4, которые и стали школьными компьютерами второго поколения в Венгрии. Короче, в массовое производство HT3080C не пошел и все ограничилось тем, что около ста экземпляров опытной партии, которые были произведены, передали в собственность нескольких венгерских школ и на этом все и закончилось. Кроме самих компов, в Венгрии также производили и другое спектрумовское железо. Я имею в виду периферию. Да, венгры выпускали кое-какие приблуды для оригинального спектрума, которые имели определенную популярность у себя на родине, да и не только. В первую очередь я здесь говорю об интерфейсах Синклэр и Кэмстон джойстиков, которые производились как несколькими, назовем их условно, кооперативами, так и домашними умельцами. Во всех этих интерфейсах использовались микросхемы, произведенные в странах СЭВ, так что они были сильно дешевле, чем западные аналоги, которые к тому же приходилось покупать за валюту. Ну, окей, джойстик интерфейса это, конечно, очень хорошо, но обсуждать тут как бы особо и нечего, поэтому перейдем к интерфейсам дисковым. Да, в Венгрии были свои дисковые интерфейсы, которые позволяли подключать к спеку дисковод и не трахаться с магнитофоном. И начнем мы с одного прям очень популярного девайса под названием спеки-дос. Данный дисковый интерфейс был разработан доктором Ференцем Хорватом в 87-м году. И да, Хорват или Хорват – это фамилия. Так вот, эта штука была настолько популярна в Венгрии, что даже производились пиратские клоны, и это неспроста, так как устройство было действительно серьезное, с современной на то время операционной системой, которая обеспечивала максимально эффективное использование диска и обладала современной, опять же, на то время файловой системой. Спеки-дос не использовал оперативку спека, то есть свои системные переменные он хранил в отдельном ОЗУ. В этом отношении он уникален среди существующих дисковых разъемов для спектрума. И благодаря этой особенности девайс был совместим практически со всеми программами, созданными для оригинальной машины, безо всякого сильного шаманства. Итак, спеки-дос не использовал дополнительные адреса портов ввода-вывода, умел работать практически со всеми типами накопителей, такими как 3, 3,5 и 5,25 дюйма. На диск можно было сохранить до 60 файлов с максимальным размером до 64 килобайт. Кроме того, имелась возможность назначать для каждого диска файл автозагрузки, который запускался или сразу при включении питания, перезагрузке, или же по команде Randomize User 0. Также было возможным совершать двойную запись файлов под одним именем, и в случае повреждения одного из зонных, чтение автоматически продолжалось с соответствующей позиции его копии. Структура каталога в спеке-доса была такова, что даже после многократного удаления и сохранения, на диске не оставалось непригодных для использования в кавычках дырок. Кроме того, организация дисков была реализована таким образом, что у пользователя имелся доступ к произвольным секторам внутри файлов. То есть для чтения нужного сектора файла не обязательно было считывать логически предшествующий сектор. А что же касается совместимости устройства с оригинальным железом, то спеке-дос прекрасно работал как с 48, так и со 128 спектрумом. Дисковый интерфейс Microteam от компании Microteam KFT выпускался начиная с 1987 года и это была довольно-таки дорогая штука, позволяющая выполнять на спектруме программы, написанной для CPM, а также юзать ПО для магнитофона и микродрайва, не внося в него никаких изменений. Кроме интерфейса для дисководов, которых, к слову, можно было одновременно подключить 4 штуки, девайс также имел параллельный порт, 2 серийных, умел в локальную сеть Sinclair Local Network и на борту имел серийный порт стандарта Commodore для подключения к комодовской периферии. Короче, штука, конечно, крутая, но из-за своей высокой цены Microteam особо популярен не был. Следующее устройство, которое мы с вами обсудим, называлось ZX-Interface-C, было выпущено конторой MicroStudio, как и наши предыдущие пациенты, в 1987 году и стоило 11 тысяч венгерских форентов. Основное его назначение состояло в подключении к спектруму комодоровской периферии, в первую очередь дисководов, джойстиков и принтеров. Интересно вот получается. Походу, подключение комодовских железяк было у венгров довольно-таки популярной фишкой. Видимо, из-за наличия этих самых железяк. А вот, к примеру, в том же СССР это и нафиг никому не было нужно, так как у нас тогда о комодоре никто ничего и не слышал, в принципе. Но вернемся к ZX-Interface-C. Он давал возможность подключать к спеку принтер и имел на борту порт RS-232. Также на устройстве присутствовала кнопка NMI, при помощи которой можно было записать текущее состояние компьютера на диск. По поводу подключения устройств для печати, следует заметить, что ZX-Interface-C позволял работать аж с пятью различными типами принтеров. Следующий наш пассажир назывался MicroPoker и был, по сути, удешевленным аналогом западного Multiface с несколько урезанным функционалом. Как и предыдущий девайс, его выпускала все та же фирма MicroStudio, но стоил он сильно дешевле, чем ZX-Interface-C. 2000 форентов за MicroPoker против 11000 за ZX-Interface-C. Тем не менее, MicroPoker был весьма и весьма полезной штуковиной для взлома, внедрения бесконечных жизней и всякого такого. Но главным ее достоинством была, конечно же, цена. И закончим обзор интерфейсов на устройство, которое, среди прочих, выделяется тем, что оно единственное из вышеперечисленных вполне себе успешно поставлялось в западные страны. Интерфейс этот назывался Musix 81. Производителем его выступал тандем Андраша Салая и Шандера, и выпускать его начали еще в 83-м году. Musix 81 был довольно-таки продвинутой музыкальной приблудой для ZX-81, но так как у 81 и у спека ZX-Bass совместим, то ее использовали и в связке со спектрумом, для которого под этот девайс был написан отдельный софт, и, естественно, тандем данного интерфейса со спеком умел намного больше, чем его кооперация с 81. По факту, Musix 81 представлял из себя два отдельных модуля, которые могли работать как по отдельности, так и вместе. Один из них назывался Composer, и с его помощью можно было управлять подключенными к спектруму аналоговыми синтезаторами, сочинять, редактировать, сохранять музыку на компьютере и воспроизводить ее. Данные вводились как с помощью подключаемой клавиатуры, так и в нотном редакторе. Материал можно было редактировать, исправлять, фрагментарно прослушивать и все такое. Короче, возможности на то время были весьма и весьма впечатляющими. Второй же модуль системы Musix 81 назывался аудиопроцессор, и одной из основных его функций была возможность цифровой обработки звуков из внешнего источника в реальном времени. То есть можно было добавлять различные эффекты типа ревера, дилея и так далее. Также была возможность изменять высоту звуков и делать всякие такие штуки. Другая основная функция аудиопроцессора заключалась в том, что подключив к нему синтезатор, можно было играть на клавиатуре звуками, загруженными в память спектрума. В общем, два этих модуля, объединенные в интерфейс под названием Musix 81, представляли из себя реально мощный по тем временам инструмент, который игрушкой назвать было нельзя от слова совсем. Один из разрабов всей девайсины сам является музыкантом и участником группы Panta Ray. И вот, в частности, их альбом под названием PR Computer был создан целиком и полностью при помощи Musix 81. Давайте послушаем парочку примеров того, как это все звучало. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, как-то так. Софта для этого устройства вышло довольно-таки много и самого разнообразного. Начиная от нотных редакторов и заканчивая тузами для оцифровки и обработки звука и аналога MIDI-конвертерами. Производилось данное чудо вручную и по индивидуальному заказу. Всего было продано примерно 300 экземпляров Musix 81. В основном они улетали в ФРГ, немного меньше продалось в Великобритании, ну и какая-то часть осела в других европейских странах, в том числе, конечно же, и в самой Венгрии. Ну вот, примерно как-то так и обстояли в Венгрии дела с ZX-железом. А теперь поговорим, конечно же, еще и о венгерском спектрумовском софте. Спекософт, разработанный в Венгрии, вполне отчетливо можно разделить на три таких условных категории. Первая из них это ПО, написанное специально для экспорта на Запад. Вторая – порты игр на спектрум с других платформ. И к третьей категории мы отнесем программное обеспечение, написанное специально для местного рынка или же просто в качестве хобби. Будем идти по порядку и поговорим вначале о ПО, которое создавалось в Венгрии именно с целью экспорта. Ключевую роль в этой сфере отыгрывала венгерская компания Novotrade, которая, к слову, продала в свое время советский Тетрис. У этой конторы были тесные связи с западными издателями, в первую очередь такими как Andromeda, Mirrorsoft и Ocean. Некоторые из разработанных в Венгрии игр вполне себе успешно издавались и продавались на Западе, но мало кто знает, что по сути это венгерские игры. И вот некоторые из них. Кот Цезар или Caesar the Cat – это симпатичная игрушка про кота, который занимается отловом мышей в промышленных масштабах. Изначально игрушка выпускалась на венгерском языке, распространялась на пиратском рынке, ну а позже была переведена на английский и стала официальной гомесой. Chinese Juggala Toshin – небезызвестная игра про китайца, раскручивающего тарелки на воткнутых в землю шестах, также была разработана венграми. Nautilus – симулятор подводной лодки. Speedfire Forty – игра, название которой говорит само за себя. И еще одна венгерская игрушка под названием Impossible Mission 2, которую издавал US Gold. Что же касается венгерских портов на Spectrum, то этим в основном занимались подростки, в надежде продать свои подделки издателям оригинальных игр и поднять на этом какие-то деньги. Самые, пожалуй, яркие и удачные примеры венгерских портов – это игры F-15 Strike Eagle и AcroJet. Обе игры являются типичными флайт-симуляторами, обе были портированы на Spectrum венгерскими энтузиастами и обе можно считать успешными историями, когда разработчикам конверсии удалось продать свой продукт издателю оригинальных игрушек. Но, естественно, были и другие случаи, когда этот охренительный и надежный, как швейцарские часы, план не срабатывал. Как пример, здесь можно привести Гомесу Defender of the Crown, венгерский клон которой так и не стал официальной игрой. Но, тем не менее, игруха получила немалое распространение на пиратском рынке, принеся авторам определенную известность, славу и, конечно же, неплохие финансовые дивиденды. Ну и еще, уже после развала СССР, венгерскими спектрумистами была портирована игра Алексея Пажетного под названием Veltris. Ну что ж, перейдем теперь к софту, который делался для местного рынка и софту, который зачастую писался просто как хобби. Эта прослойка программного обеспечения писалась в основном на венгерском языке и зачастую была понятна только в венгерском контексте. Данный софт в основном включал в себя игры, но имелись и всякие полезные программулины. Качество этих поделок обычно сильно уступало первым двум категориям, но, тем не менее, в этой плоскости тоже были вполне себе достойные разработки, которые после перевода на английский язык неслабо так разошлись по пиратским каналам. Примерами в этом плане могут служить Graphics Basic и программа для копирования и тиражирования кассет под названием ZotioCopy. Кстати, вот еще интересный факт. В Венгрии в течение нескольких лет по государственному радио иногда передавали программы для спектрума, что, впрочем, не уникально и подобные прецеденты имели место быть как в республиках СССР, так и в странах соцлагеря. Так вот, в Венгрии среди транслируемых по радио программ было расширение для Basic под названием Extra Basic с типа многоканальным биперным звуком и дополнительными графическими фишками. В спекоконтенте, передаваемом по радио, часто использовалось это расширение, и когда менялся политический строй и решался вопрос о гербе Венгерской республики вместо социалистического герба ВНР, две основные версии – герб революции 48-го и 56-х годов и в итоге принятый герб Венгерского королевства – были выполнены как программы на Extra Basic и переданы по радио. Ну и кроме всего вышеперечисленного, в Венгрии, конечно же, была и демо-сцена, хотя и значительно менее развитая, чем, скажем, в соседней Чехословакии. Что же касается современности и всякого рода ретродвижа, то спектрумовское движение в Венгрии скорее живо, чем мертво, хотя оно и не может сравниться по активности с постсоветским. Из ярких моментов современного венгерского спектрумизма можно, пожалуй, вспомнить однокилобайтную демку под названием TikTok, которая заняла первое место на демо-фестивале Forever 8 и довольно-таки качественный современный спектрумовский порт комодовской игры Wizard of War. Ну а напоследок вернемся еще ненадолго к железячной истории и немного поговорим о британском компьютере Enterprise. Это был довольно-таки интересный комп, который выпустили в Великобритании в 85-м году и который, как и спектрум, работал на Z80%, но программно со спеком он совместим не был. Вернее, был, но лишь частично. Нативно на нем можно было запускать только спектрумовский софт, написанный для CPM. Так вот, несмотря на то, что комп был довольно-таки неплохой, в силу ряда причин на рынке он провалился и из произведенных 80 тысяч штук продано было меньше 30 тысяч, а остальные были сбагрены по бросовой цене в страны соцлагеря и СССР. Около 2000 штук оказалось в России и Казахстане, где, к слову, недавно был найден целый склад Энтерпрайзов, но основная масса осела именно в Венгрии. Несмотря на то, что Энтерпрайз как бы не был совместим со спектрумом, но благодаря достаточно гибкой архитектуре на этот комп было несложно портировать игры со спека и сам страда CPC, чем и занялись с незаурядным энтузиазмом венгерские энтузиасты. Пардон за каламбур. Так что получилось так, что, наверное, большая часть софта для Энтерпрайза это порты со спека, сконвертированные именно в Венгрии. Также венгры разработали и производили небольшими партиями аппаратный эмуль спектрума для Энтерпрайза, который позволял запускать на нем львиную долю спека софта безо всяких изменений. Ну и кроме того, в Венгрии был разработан и программный спека эмуль для Энтерпрайза, но по сравнению с аппаратным дела обстояли там сильно хуже и его совместимость со спектрумовским ПО была намного ниже. Ну вот как-то так, друзья мои, и обстояли дела со спектрумом в Венгрии и как-то так в общих чертах и выглядит история спека в этой европейской стране. Всем спасибо за просмотр и отдельная благодарность моим спонсорам и патронам, только благодаря которым на этом канале выходят новые видосы. И, конечно же, отдельное и огромнейшее спасибо, без которого данного видео просто бы не было. Покедова! И, конечно же, особые респектосы всем-всем моим донатерам на стримах и таким патронам, как И, конечно же, огромнейшее спасибо всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих голубых экранах. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok